всем привет добро пожаловать на канал втнт с вами как всегда я владимир тишевский и в моих руках xiaomi mi8 lite справа с логотипами и о пока один слева но с логотипом соответствующей говорится компании и так друзья два смартфона весьма интересных хотел бы немного сравнить их можно так сказать и прикинуть какой мне нравится больше и вообще какие-то аргументы в сторону одного или другого девайса и так друзья а по я не особо то часто тестирую поэтому с этим брендом я не очень то сильно знаком но вот уже неделю я тестирую аппарат а пока один я могу сказать что мне нравится все больше больше и больше мне нравится стиль иконок мне нравится стиль шторки мне нравится скорость работы оболочки перелистывания все приятно но скажу вам что и нами 8 light тоже все работает шустро быстро и вопросов особо прям вот не вызывает но чем же эти аппараты отличаются давайте сейчас посмотрим и конечно же определимся прежде всего давайте посмотрим на внешний вид в данной модели у сяоми mi8 light у меня градиент на синий фиолетовая крышка есть еще и черная есть еще такая вот оранжевость розовая по моему плюс-минус такая вот своеобразная крышечка опа есть в синем цвете и вот в таком красном так сканер отпечатка пальцев как вы видите на сяоми он находится в задней части на опа он находится под экраном это еще вот как раз и одно особенности преимущество данного девайса также могу отметить что опа за счет скругленных краев чувствуется тоньше хотя он тоньше всего лишь на 0 1 миллиметр то есть не так уж и много тоньше то есть он практически не тоньше что касается размера то опа немножечко выше по той причине что экран у о папа больше хотя рамки у опа немножечко поменьше в том плане что вот в нижнее видите подбородочек у опа более такой приятный хотя он и сильнее закруглен так челка вы тоже можете заметить что на сяоми это вот так стандартная традиционная челку которую мы практически везде всегда видели на опа это каплевидное такую я каплевидный видел на one play 6 т такую на хонор 8 x max видел вот здесь тоже такой вот каплевидный формат мне нравится больше несмотря на то что здесь возможность какие-то дополнительные датчики индикаторы здесь их значительно тяжелее вместить так продолжаем внешний вид регулировка громкости кнопка включения на сяоми находится с одной стороны опа разделено на две части что как по мне немного непривычно но если вы хотя бы недельку поюзайте опа то привыкните на личном опыте говорю так оно и происходит также что касается интерфейса подключения в отличие от сяоми не 8 light на упа находится микро юсб порт что как по мне не очень то хорошо но опять же то есть если в для вас это не особо то прям принципиально важно критично можно на это не обратить внимание а вот на что стоит обратить внимание это отсутствие разъема для наушников вы сяоми и 8 light это как по мне более существенный грех в том плане что я все еще продолжаю пользоваться проводными наушниками и особо то не вижу смысла переходить беспроводным потому что они то бывает там connect может какой-то потеряться то еще какие-то то забыл зарядить вот это вообще просто самая большая дичь наверно но есть как есть также могу отметить что на о поменьше выпирает камера расположение как видите у них очень близкая и схожие то есть они прям вот очень очень похожи в этом плане вот так вот прям посмотришь ну действительно похоже также оба аппарата имеют разблокировку по лицу вот видите уже разблокировалась и все просто нужно было смахнуть вверх на сяоми есть даже фишка такая что ты просто поднимаешь смартфон и он разблокировать лицо то есть хотя на сканер отпечатка пальцев не нажимаешь давайте я вот все пальцы у меня здесь нет возможности нажать на сканер отпечатка пальцев поднимаю разблокировка вот это тоже прикольно приятном возможно на у по это тоже можно настроить но по крайней мере я не нашел может быть это с другими прошивками появится так кстати еще одно такое важное весом отличие у по идет amoled экран за счет этого все что находится на экране а по она более яркая сочная и даже фотографии когда смотришь вот я сделал тут сравнительные фотографии вы сможете посмотреть и видео сравнительное и вот если взять допустим два смартфона плюс-минус одинаковые картинки то как вы можете заметить на о по картинка ярче сочнее хотя вот видите на центр у нас установлена яркость давайте я чуть-чуть сбавлю еще на опа на сяоми тоже видите на центре и все-таки на о по картинка существенно лучше и все кому я показывал смартфон у по все таки вот это да экран здесь конечно вам прям вообще классный вот по экрану опа действительно выигрывает так друзья по начинке здесь оба смартфона имеет 660 qualcomm snapdragon это в принципе радует то что достаточно производителя начинка по производительности смотрите на о по в antutu показывает чуть-чуть слабее цифры чем что у них кстати разная версия antutu почему-то но тут та которая вот максимально доступной тут самое последнее а давайте мы конечно проверим быстренько в play маркете как вы видите обновление нету то есть это те самые последние бетчмарки которые доступны для девайсов но как-то так но они разные что касается geekbench мы также можем увидеть немножечко выше производительность уме 8 light несмотря на то что у них по 4 гига оперативки 64 гигабайта встроенной памяти ну как-то так что касается непосредственно самой памяти то как вы увидите на чтение у них практически одинаковая скорость а вот на запись о по показал немного выше результат ну как то так хотя при рандом рид и рандом райт вы видите что сяоми показывает немножечко выше результат то есть это рандомно это где-то там случайно что-то нужно открыть вот или быстро перезайти куда-нибудь вот все таки отклик у сяоми повыше я так понимаю сверх быструю память сюда и fs21 не завезли но в принципе оба смартфона показали плюс-минус одинаковый результат также стоит отметить о том что о пока один немного больший объем аккумулятора 3600 против сяомишного 3350 но скажу что на опа разряжается он достаточно быстро и мне кажется что это связано с этой китайской прошивкой которая ну якобы имеет русский язык но все равно play сервисы нужно было устанавливать отдельно вот в то время как на сяоми это было уже предустановлено я думаю что оптимизацию чуть попозже завезут но в целом скажу что так как здесь большой 6 4 дюйма экран так здесь он amoled вот хотя типом или должен быть более энергиоэффективе но может быть такое что как-то он в каком-то фоне потребляет энергию в целом по ощущениям скажу что автономность на о пока один немного послабее вопрос сравнения камер сводится к тому что я сделал для вас сравнительные фото и видео которое вы сейчас сможете посмотреть и сами оценить где вам нравится камера больше где лучше там свет где лучше портреты где лучше сэлфи камера где лучше в вечернее время где лучше при хорошем освещении идет видео то есть все это дело конечно вы сейчас можете посмотреть снимаю видео на фронтальную камеру о пока один и сяоми mi8 light вы можете сейчас посмотреть как вам качество как вы заценить картинку детализацию свет я даже сейчас пойду в темное помещение для того чтобы вы посмотрели качество съемки именно в темное время то что вы знаете что днем смартфоны всегда особенно такой ценовой категории уже хорошо себя показывают а вот вечернее время или вот в такое вот освещение это уже для них достаточно сложно и вот тут вы уже можно посмотреть что куда и как и вот сейчас можете смотреть как вам картинка как вам качество зацените так видите наука какая-то происходит там перефокусировка плюс ко всему адаптация и давайте теперь переходим медленно в более светлое помещение вот прямо здесь а попытается высветлить как по мне картинку но дверь зацепил да опять же то есть я могу сказать что то мне допустим нравится на опа картинка но я сейчас же вижу картинку на экране самого смартфона может быть тут экран смартфона просто украшает картинку и тогда получается как-то так но пока что я вижу что на опа фронталочка прям вот огонь 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 особенно для видео не знаю как для фото опять же тоже сделаю фоточки и покажу вам что вы могли посмотреть фоточки ну что как вам картинка сейчас переключимся на основную камеру записываю видео на основную камеру опа k1 и сяоми mi8 lite для того чтобы вы могли сравнить посмотреть в сравнении эти камеры записываю видео full hd для того чтобы если есть тут какая-то стабилизация она проявилась максимально ясно понятно так ну что друзья вот так выглядит картинка на оба смартфона видите как у меня рабочий стол все это выглядит достаточно как по мне неплохо так что у нас по картинке непосредственно если мы подойдем где-нибудь что-нибудь посмотрим поближе да так вот этого дрончика джейнерс а тут еще есть такой темный какой-то чувак des trooper и дарт вейдер как по мне на сяоми mi8 lite немножечко поменьше шумов но опять же то есть это мне кажется на экране непосредственно смартфона пишите что вам кажется что вы видите и кстати звук с того из другого смартфона тоже сможете заценить так ну как-то так а кстати на упа я вижу что еще камера чуть более широкоугольная но зато упа есть фишка можно во время записи видео сделать вот такой вот двухкратный зумчик в принципе вполне себе прикольно как по мне ну так теперь давайте пойдем в темную комнату я думаю что это как раз тоже важный показатель фронтальную камеру мы уже увидели опять же вопрос стабилизации там все этих фишек так и теперь поближе смотрим лампочка освещение температуру смотрите как что вам нравится больше пишите в коментах где вам нравится больше где лучше так ух выглядит неплохо и там и там но xiaomi тут как раз попытался больше высветлить так все продолжаю снимать короляшку да вот как то так пока что я занят работой она тут сидит и скучает без меня как только освобожусь буду гулять с ней так но вы видите как на xiaomi картинка вообще видно она а по как то вообще не видно да вот как и принципе показывает себя камеры в плохом освещении как по мне xiaomi прям вот неплохо себя показал в более слабым освещение а а по себя хорошо показывает и только в светлом ну по фото вы тоже посмотрите как куда и как ну вот так вот все это выглядит и так посмотрели ну что как вам пишите в комментариях где камера вам нравится больше и теперь давайте подведу итог все-таки по смартфонам что я могу сказать конечно же не хватает nfc оба смартфона не получили этот модуль и оба в принципе ясно понятно потому что они в основном продаются на территории китая но мишка с глобальной версией могли бы поставить сюда nfc это печаль к также меня печалит отсутствие разъема для наушников хотя но отлично для меня вот прям вот так сильно сильно разобраться это не так критично так как наушниками я пользуюсь редко также радует то что у опа есть инновационная фишка со сканером отпечатка пальцев прямо в экране мне нравится больше монобровь тоже в папа то есть она каплевидная также более сочный экран у опа и снимки мне тоже понравились больше на опа и в целом в оболочка такая знаете как-то что-то свежая приятная она лучше чем у мэйзу эта оболочка и поэтому я вот к опа как-то положительно отношусь несмотря на то что я можно сказать впервые за долгое время тестирует этот девайс в целом скажу так что по производительности оба по аппарата себя также показали хорошо по автономности опа показал себя хуже потому что видать у него прошивка какая-то своеобразная туговатое в итоге сяоми конечно нравится тем что это сяоми о том что здесь миюай то есть эти вот вещи они более привычны но если бы вот сейчас и выбирать два смартфона и какой бы я себе взял я бы себе брал бы опа но есть проблема в том что его практически нигде сейчас не продают и нереально его купить по хорошей выгодной цене но в целом я видел найдите его продают за 215 баксов что практически такая же цена как уме 8 light уме 8 light минимальная цена которую я видел когда-то 209 долларов пока что цена вот плюс-минус на такой держится а еще и глобальная версия стоит подороже где-то 230 240 баксов если я рассмотрю эти оба аппарата как человек который делает обзоры я все-таки больше склоняюсь к опа потому что у него больше интересных фишек если же говорить о том как я обычный пользователь и не хочу рисковать то я бы конечно взял бы все-таки сяоми типа стабильная глобальная прошивочка все ясно понятно давным-давно всем известно но допустим даже если бы я не был бы видеоблогером я все равно бы взял оба по той причине что вот эти вот фишки они реально интересны и привлекают и плюс ко всему наконец-то опа стала делать смартфоны конкурентные в цене сяоми потому что раньше они делали с аналогичным железом как у сяоми но на 30 40 50 процентов дороже девайсы сейчас же они уже практически начинают равняться в цене то есть производители поняли что для того чтобы конкурировать с растущим брендом сяоми который уже ворвался в топ и просто рвет всех и мечет то есть нужно еще и конкурентную цену делать и в этом как бы опа не прогадали то что они сделали достаточно конкурентную цену в этом девайсе и тут они молодцы и так как вы поняли я склоняюсь больше к оба потому что у него действительно больше фишек и камеры мне понравились хорошо прям вот прям вот очень хороши и экран и внешний вид и рамки минимальная то есть много-много классных фишек сяоми как-то вот знаете немножечко вот из-за того что они выпускают огромнейшее количество гаджетов просто как-то смешивают в говнецо свои девайсы и они уже становятся не такими привлекательными как раньше как вот их не ждешь так прям вот сильно сяоми вот очень хотелось бы чтобы ты наворачивала всякими разными приколюхами свои девайсы вот и при этом держала цену и тогда просто цены тебе не будет я думаю что вот вот модуль бы nfc сюда в mi8 light и уже все это уже прям существенная для меня конкуренция опа а если вот в опа был бы модуль nfc я бы всеми силами оставил бы этот смартфон у себя так как этот смартфон не мой это смартфон антона и вот только из-за отсутствия nfc я его просто как бы вот у него не выпрашиваю то есть ну не выкупая то есть а так бы я вот с удовольствием был у него примут вы купил этот смартфон потому что вот прям вот то что надо вот то что я хотел бы все друзья если у вас есть какие-либо вопросы задавайте в комментариях это был сяоми mi8 light и о пока один еще увидимся в новых видео всем пока до скорых встреч в новых видео а